Здравствуйте! В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем вам о самых заметных событиях. В эфире новости телекомпании ТВИН, студии Татьяна Зайцева и вот некоторые темы этого выпуска. Дорогу переходить, а не перебегать. Магнитогорская госавтоинспекция проводит в школах уроки безопасности. Есть чем гордиться. Управление физкультуры, спорта и туризма подвело итоги за прошлый год и наметило планы на будущее. Личный пример заразителен. Помощник депутата по 12 округу Сергей Ундру вместе с жителями округа вышел на уборку территории. А сейчас о этих и других событиях более подробно. Теплые деньки все чаще приходят на смену непогоде и дети все больше времени проводят на улице. А где-то через месяц и летние каникулы. Ребятня ждет их с нетерпением, а вот сотрудники госавтоинспекции с тревогой. Согласно статистике в это время количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних увеличивается в разы. В одном лишь апреле в Магнитогорске зарегистрировано 6 таких ДТП. С целью напомнить ребятам о правилах поведения на дороге, инспекторы ГИБДД проводят в эти дни открытые уроки, посвященные дорожной безопасности. В связи с резким всплеском аварийности на дорогах города с участием детей, госавтоинспекции был запланирован ряд дополнительных профилактических мероприятий. Вошли в их число и школьные уроки, на которых инспекторы рассказывают ребятам о том, как обезопасить себя от возможной трагедии. На уроках безопасности мы акцентируем внимание детей на необходимости соблюдения правил дорожного движения, в частности при переходе проезжей части, чтобы они учитывали движение транспорта, в том числе убедились в своей безопасности, даже если переходят дорогу по пешеходному переходу. Акцентируем внимание на тот факт, что водитель не всегда может остановить транспортное средство. С начала года в Магнитогорске произошло уже 12 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Последние шесть в апреле. Одно из них буквально на днях. Неподалеку от пересечения улиц Чкалова и Фрунзе ученик второго класса попытался перебежать проезжую часть дороги в неустановленном месте. Попытка закончилась неудачно. В итоге удар об машину, открытый перелом голень и предстоящее долгое лечение. Но уроки безопасности инспекторы ГАИ еще раз напомнили – дорога, баловства и внимательности не прощает. Затем школьникам показали слайды и ролики, в которых дети смогли увидеть всю тяжесть последствий для попавших в аварию людей. Низкая культура вождения в нашем городе приводит к тому, что даже на пешеходных переходах почувствовать себя в безопасности не получается. Именно здесь соблюдение элементарных «посмотрите налево, посмотрите направо» вполне может уберечь от встречи с лихачем. Дорога до школы для третьеклассника Влада – путь хоть и близкий, но опасный. Дорога, нерегулируемый перекресток, летящий на скорость автомобиля. Выучить правила дорожного движения Влада заставила сама жизнь. Со мной один раз чуть не случилась плохая трагедия, я чуть не попал под машину. Я вышел на середину дороги, посмотрел налево, и на меня мчалась машина. Я вовремя отошел, и машина остановилась передо мной. Надо переходить на зеленый цвет по пешеходному переходу, но не перебегать. Хочется надеяться, что такие уроки помогут школьникам серьезнее относиться к своей безопасности и не пополнять аварийную статистику грядущих летних каникул. Станислав Юдин, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. Магнитогорский металлургический комбинат Министерства природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзора и правительство Челябинской области подписали соглашение о сотрудничестве в области экологии. Согласно этому соглашению, ОАО ММК в 2016-2017 годах направит на реализацию природоохранных мероприятий более 4,5 миллиардов рублей. В рамках этой программы будут реконструированы агломерационный цех, газоочистная установка в электростале плавильном цехе, а также построена система аспирации литейных дворов, доменных печей номер 9 и 10. Соглашение предусматривает обмен информацией и взаимодействие в области реализации экологической программы ММК с целью привлечения внимания общественности к вопросам экологического развития страны в рамках объявленного в 2017 году года экологии в России. Общие затраты на реконструкцию сероулавливающих установок в агломерационном цехе с 2010 года составят более 3,5 миллиардов рублей. В августе 2015 года запущена в работу первая система очистки сероулавливающей установки 2. К 2017 году будут смонтированы еще две аналогичные системы. На реконструкцию газоочистной установки двухванного столеплавильного агрегата в электросталеплавильном цехе компания направит 1,8 млрд рублей. Строительство системы аспирации литейного двора доминой печи номер 10 обойдется ММК в 487 млн рублей. К другим темам. Компания «Русский хлеб» славится качеством, разнообразием хлебобулочных изделий и творческим подходом к развитию ассортимента. Праздник Светлого Христового Воскресения, Пасха – особый повод для его обновления. В православных традициях Пасхальное Воскресение – День Великой Радости. И хлебный символ Пасхи – кулич на праздничном столе – обязательный атрибут. По всем канонам обрядовый хлеб нужно готовить с чистыми помыслами и чистым сердцем. И, конечно, чтобы стать по-настоящему пасхальной выпечкой, он должен быть освящен. По традиции в этом году в цехах компании «Русский хлеб» пасхальные куличи, сырье и оборудование осветил священник Кафедрального собора Вознесения Господня – отец Лев Баклицкий. Отца и сына и святого духа ныне пресны во веки веков. Аминь. Короткая проповедь и благословение труда хлебопеков и кондитеров и вновь конвейер с ароматной продукцией заработал в усиленном режиме. У горожан куличи от русского хлеба пользуются заслуженной популярностью. Поэтому из года в год их выпуск наращивают во всем разнообразии размеров, форм и вкусов. Кстати, и рецептура этой продукции особенная. Мы придерживаемся традиционного способа приготовления теста опарного, то есть замешивается опара из муки, дрожжей. Она подходит и затем уже добавляются все остальные компоненты. Это и яйца, и масла, орехи, цукаты, как я уже говорила, творог. Вот и получаются вот такие прекрасные у нас куличи. Каждый технолог, пекарь, мастер вкладывает в эту выпечку свою душу и сердце. Не случайно именно компания «Русский хлеб» предоставляет свою продукцию в качестве подарка для праздника на территории Кафедрального собора. Здесь будут и колокольные звоны, и конкурсы для детей, и пасхальное угощение. Мы благодарим компанию «Русский хлеб», что она откликнулась. Она предоставила нам куличи, значит, куличами, которые мы будем угощать, значит, приходящих на праздник. У современных занятых людей на приготовление к праздникам, как правило, не остается времени. Покупая пасхальную продукцию компании «Русский хлеб» к семейной трапезе, вы получаете по-домашнему пышный и ароматный обрядовый хлеб без консервантов и усилителей вкуса. Куличи с изюмом, фундуком, цукатами, творожные куличи с изюмом, куличи эксклюзивной серии «Люкс» с цукатами и изюмом и особые, уникальные пасхальные кексы «Голубь» и «Агнец». Все это великолепие на Пасху и в Светлую Седмицу фирменной торговой сети «Сдобнов» и лучших магазинах города. Всех гостей и жителей нашего города поздравляем со Светлой Пасхой, приглашаем нашу сеть за покупками, за нашими куличами. Галина Смирнова, Елена Ткач, Влад Набиев, телекомпания ТВИН. О достижениях и планах на будущее говорили на традиционном ежегодном заседании работников физкультуры, которое состоялось в администрации города. Минувший 2015-й спортивный год получился насыщенным для Магнитогорска. Наш город по многим показателям продвинулся вперед в сравнении с годом предыдущим. Наш город снова подтвердил статус спортивного центра национального масштаба, проводя чемпионаты и первенства страны и мира по самым разным видам. Впервые в истории Магнитогорск принимал 18-й сурдолимпийские игры. 84 спортсмена из 24 стран разыграли медали в дисциплинах «Даунхилл», «Супердигант», «Суперкомбинация». Поддержка УАО ММК, спонсоров региональных и городских федераций помогла в числе прочего опередить даже столицу области Челябинск по количеству присвоенных спортивных разрядов. В активе магнитогорцев победы на соревнованиях всех уровней. Магнитогорск достиг отметки в 30% жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом. В городе почти тысяча физкультурных работников, развиваются 77 видов спорта, работают 12 спортивных школ. За 2015 год было проведено почти 2000 спортивных мероприятий. Один спортсмен получил звание мастера спорта международного класса, 20 человек мастера спорта России. И кроме того, город Металлургов пополнился еще одним заслуженным тренером. Начальник управления физкультуры, спорта и туризма администрации города Дмитрий Шохов рассказал ей о планах на этот год. Среди приоритетных направлений – ремонт бассейна «Ровесник», увеличение тренерского состава, а также жителей, систематически занимающихся спортом. Для вас спорт и структура – не просто слова, это ваша жизнь. И хотелось бы, чтобы мы с вами совместно добивались этих результатов. И я думаю, что мы будем всегда поддерживать развитие спорта в городе Металлурговске. И по нашей поддержке будет результат. Сколько пожелаешь, того и получишь. Я еще раз говорю, я готов рассматривать бюджет в вашем направлении это всегда только в сторону повеличения. Ну и разумеется, одним из главных событий года нынешнего глава города Виталий Бахметев назвал победу Магнитогорского Металлурга в чемпионате России и розыгрыше Кубка Гагарина. Павел Берсенев, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВИН. А сейчас коротко о других заметных событиях. Глава города Магнитогорска Виталий Бахметев принял участие в традиционной встрече депутата областного законодательного собрания Марины Шеметовой с представителями КТОСов, расположенных на территории промышленного округа. Эти диалоги проходят в формате непринужденного общения за чашкой чая. При этом обсуждаемые проблемы зачастую выходят далеко за рамки компетенций даже областных парламентариев. В этом контексте участие в разговоре Виталия Бахметева было и полезным, и интересным. Глава не понаслышке знаком с самыми болевыми точками Левобережья. Немало делается в этом направлении. И работа не могла не остаться, не замечены. Практически все, выступавшие на этой встрече, начинали свои монологи со слов благодарности в адрес администрации в целом и главы лично. Пригласил главу на встречу с представителями КТОСов Ленинского района и депутат городского собрания по 8-му избирательному округу Сергей Лохтин. За чашечкой чая Виталий Бахметев рассказал активистам о важности обратной связи главы города с жителем микрорайонов и окраинных поселков, частного сектора и многоквартирных домов. Городоначальник озвучил достижения, с которыми Мактогорск вошел в Новый год, а также планы развития на 2016-й. Среди них возможность получить субсидии на развитие моногорода, дорожное строительство, озеленение, ямочные ремонты и сохранение в полной мере социальных обязательств. Не обошлось и без обсуждения наболевших вопросов и предложений по их решениям. В целом же собравшиеся горячо благодарили Виталия Бахметева за проделанную на посту главы города работу. Одна из представителей КТОСов подарила мэру сборник стихотворений. По давней традиции к первомайским праздникам улицы, парки, скверы, пришкольные участки Магнитогорска приводятся в порядок. Реноме самых активных в плане наведения чистоты, как всегда у работников Магнитогорского металлургического комбината. На его территории уже пару недель как идеальная чистота. Опыт передовиков, аккуратность и металлурги внедряют и за пределами предприятия на общественной работе. Например, директор механоремонтного комплекса комбината, помощник депутата законодательного собрания Сергей Унру на территории избирательного округа номер 12, собственным примером показал, что значит порядок. Еще зимой на территории округа, благодаря помощи Сергея Яковлевича, была произведена глобальная работа по санитарной обрезке деревьев. А в минувшие выходные Сергей Унру вместе с учащимися окрестных школ наводил чистоту на прилегающей к учебным заведениям территории. В Ленинском районе на площади имени Горького открылась сельскохозяйственная ярмарка. На ней горожане могут купить фермерское мясо, мед, молочные продукты, копченую рыбу, сладости, картофель, свежие овощи и зелень от местных производителей. Эта так называемая сезонная весенняя ярмарка продлится она до 10 мая. Что касается цен, то в целом они мало отличаются от рыночных или магазинных. Картофель, например, стоит 14 рублей за килограмм, говядина от 280 до 350 рублей за килограмм, огурцы из норовчатки 110 рублей. Однако преимущество покупки именно здесь в том, что вы покупаете абсолютно свежую продукцию от производителя. В Дворце спорта имени Ивана Рамазана состоялся открытый всероссийский турнир по джиу-джитсу. Собравшиеся со всей России и стран ближнего зарубежья спортсмены практикуют профессиональный полноконтактный формат поединков, что, безусловно, дает этому виду единоборств больше зрелищности и азарта. Заметим, что в Магнитогорске этому достаточно специфичному единоборству уделяется пристальное внимание на уровне федерации. Это не могло не сказаться на хороших результатах наших спортсменов, многие из которых неоднократно становились победителями и призерами турниров самых разных, включая высшие уровни. Высокий класс магнитогорских мастеров джиу-джитсу подтвердил и состоявшийся турнир. А сейчас деловая информация. Подготовка к садовому сезону набирает свои обороты. И здесь на первый план выходит вопрос приобретения наиболее качественных семян и саженцев плодово-ягодных и декоративных культур. Решить его магнитогорским садоводам помогут специалисты садовой фирмы «Виктория». Весь посадочный материал, попадающий в торговые точки «Виктории», проходит целенаправленную проверку на качество, а проверкой грунта занимаются специалисты тепличного хозяйства фирмы. Также к началу сезона специалисты «Виктории» подготовили для садовода сюрприз – новые сорта сладкой черной смородины и другие выгодные акции. Садовый центр фирмы «Виктория», который расположен практически на всех выездах из города, – настоящая находка для садоводов. В одной торговой точке можно приобрести все, что только пожелаешь. Особенно это касается посадочного материала. Чтобы сэкономить время своих покупателей, специалисты фирмы следят за всеми существующими селекционными новинками – и луковичных, и семенных. Ранней весной в ассортименте садового центра «Виктория» самый широкий ассортимент как плодово-ягодных культур, так и декоративных. Практически все культуры сейчас представлены, которые произрастают в нашем непростом уральском климате. Декоративные растения завоевывают все большую популярность у горожан, поэтому уже этой весной в садовом центре «Виктория» их ассортимент увеличился вдвое. Пихта, им жевельник, боярышник и облепихан. Здесь найдутся как совсем крохотные саженцы деревьев, так и те, с которых уже со следующего года можно снимать урожай. А вот хитом сезона 2016 является суперсладкий сорта черной смородины. Хочется рассказать о таких сортах, как Добрыня, Селечинская или сорт Геркулес. Наш посадочный материал, в общем-то, позволяет уже в этом году получить отдельные ягоды и насладиться такой желеобразной, вкуснейшей мякотью ягод. Ну, а урожай будет, конечно, вас приятно удивлять. Не подведет и качество посадочного материала. Приживаемость саженцев с закрытой корневой системой практически стопроцентна. Приятно удивят садоводов и цены. Что касается ценовой политики нашей фирмы, то мы постарались сделать наш посадочный материал еще дешевле, чем в прошлом году. Благодаря развитию собственной производственной базы, где мы сами выращиваем растения, благодаря чему наши растения становятся более дешевыми и более приемлемыми для наших садоводов. Для того, чтобы сделать правильный выбор или просто получить совет, в садовом центре «Виктория» работают специалисты самого высокого уровня, которые ответят на любой волнующий покупателя вопрос. Впрочем, что говорить, приезжайте и увидите все сами. Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете на нашем сайте tvdfisyn.ru. А впереди вас ждут прогноз погоды на 29 апреля. Всего вам доброго и до встречи. По данным интернет-портала rp5.ru, завтра 29 апреля в городе ожидается пасмурная погода, днем дождь со снегом, переходящий в ливневый дождь, вечером преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на восточный от 5 до 6 метров в секунду, отдельные порывы до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 2 градуса, днем от 6 до 11 градусов выше нуля. Прогнозируется очень высокое атмосферное давление от 736 до 737 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова